Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 сентября. Преподобный Косма, отшельник Загравский, болгарин, в юности уклонился от вступления в брак. Тайно от родителей ушел на Святую Гору Афон. Уже тогда на пути в Священную Землю дьявол пытался поколебать стремление юноши, смущая его видением непреодолимой морской пучины, окружавшей Святую Гору. Горячая молитва юноши развеяла демонское наваждение. На Афоне Святой Косма был принят в Загравскую обитель. Там он долго был послушником, а потом принял монашеский постриг и был назначен экклесиархом. Святой Косма получил особую милость быть тайно зрителем самой небесной игумени Афонской горы, которая на праздник Благовещения в Атапецкой обители благоволила зримо открыть ему попечение в своем земном жребии. Видел он женщину царственной красоты и величия, которая распоряжалась и в храме, и за службой, и в трапезной. Все же иноки были послушными ее служителями. Вскоре Святой был рукоположен Водиакона, а затем его Пресвитера, что побудило его к новым подвигам. Ревнуя о спасении, Святой по горячим молитвам Пресвятой Богородице вновь удостоился знака ее особого покровительства. Он услышал голос Богоматери, исходивший от ее святой иконы, и вопрошавший сына своего, как спастись в косме. Ответ Господа был такой – пускай удалится из монастыря на безмолвие. Испросив благословение настоятеля, Святой Косма удалился в пустынь, и там, в тещере высеченной в скале, начался новый подвиг безмолвного отшельничества. Бог не оставлял своего верного молитвенника. Святой исподобился дару прозорливости. Как в начале подвигничества враг рода человеческого пытался отклонить Святого с намеченного пути, так и предсмертные дни праведника были для него тяжким испытанием. Не задолго до кончины избранник Божий был удостоен видения самого Христа, который известил Святого, что прежде чем душа его отойдет в Царство Небесное, сам Сатана со своим полщищем жестоко изобьет его и изранит. Подготовленный к страданиям, божественным утешением, Святой мужественно вынес в попущенное Богом страшное дьявольское глумление, и на третий день после свирепых побоев, приобщивших причистых тайн, со славословием на устах мирно отошел ко Господу. Бог, прославляющий славящих Его, чудно прославил по смерти преподобного Косму. Во время погребения святого к пещере его стеклось множество зверей и птиц, как будто понимавших общую утрату Святой горы. Когда же тело опустили в могилу и стали зацепать землей, каждая из бессловесных тварей издала печальный глаз, отдавая последнюю почесть угоднику Божию. Когда по обычаю через сорок дней после всеночного бдения братья открыло святые останки праведника, чтобы перенести их с честью в обитель. Чудным образом их не оказалось. Господь сокрыл их. Это было в 1323 году. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова